Дагестанский урбеч. Дело в том, что я открывать эту ссылку не буду. У нас также стоит начать фильм показывать, и все, и начнутся проблемы технические. Это тот самый урбеч. Мне пришли ссылку. Не знаю, сможете ли вы потом ее как-то скопировать с экрана. Я не знаю. Уже то, что из семян делают этот самый продукт такой, по названию урбеч. Это Дагестан. Может, не только Дагестан. Он этот, наверное, кациннейший. Поможет ли от, при онкологии, я этого сказать не могу. Но это уже вам решать. Вот. И главное, что я свои косточки, с каждой извлекал ядрочки, по 5-6 каждый вечер, за несколько месяцев. Главное, что убедился в манджурске абрикосы, не синильной кислоты. Так мало, что, по крайней мере, не отравишься. Вот. Ну, а дальше наш волшебник, гражданин Макаров. Вы взяли и вырастили манджурский абрикос. Представляете? Вы вырастили манджурский абрикос. А это уже вам не Приморье. Вот. Это Подмосковье. Созрел. 26 грамм. Выращен из ваших косточек. Имеется приятная горчинка, незаменимая в приготовлении варенья и компота. Помните, фильм выйдет через пару дней. Тот, который сегодня я снимал, в гости ехали, увидели у меня за забором эти самые сливы крупные. Познакомились и сказали, что в манджурский абрикос. Уже тоже говорили про те годы, про жердель, что она вкуснее королевская. Мне даже обидно стало. Работаешь, стараешься, а тут это. Раздруг жердель оказался вкуснее. Людям нужна горчинка, людям нужна кислинка. Это было сказано вот про этот фильм, что я лучше поговорил. Вот про этот фильм. Вот. Ну, там, где это, про прищипание и прочее. Вот. И вот, пожалуйста, я не говорю, что это шедевр получился. Ну, конечно, Алексей Иванович, он же никогда не ставит вот эти нижние ветки отрезать. Он же не дурак. Вот. Вот у него, пожалуйста, получился такой. Значит, как минимум, вареньем компота он обеспечен даже вот таким простым приемом. Вот. Так, куда-то я перескочил. Куда-то я перескочил. А теперь смотрите на это чудо. Там-дарам-дарам-дарам. Мезинов Олег. Олег Олегович. Вот. Еще один, получается. Мезинов, волшебник Олегович. Еще. Вот я вас давно выделил, вы заметили. Вот тут вы соревнуетесь уж. У кого круче. Брянский или Подмосковье. Слов нет. Слов нет. А вот это вот, вот это вот, значит, получилось как? Фотография, она это имеет значение. Это тоже Олег Олегович, кажется. Кажется. Сейчас я могу путаться. Вот. Потому что возьми хозяин этой фотографии и размести ее, например, все на том же канале, где миллион с чем-то подписчиков, и скажут, ой, караул пятно. Вот тут, конечно, советы обрушатся. Во-первых, приказано будет все эти ветки отпилить. Прыскать, прыскать, прыскать. А это знаете, откуда они берутся? Вот. Чем вкуснее плод, тем чаще его выклевывают такие вещи птицы. А потом она зарастает, и люди принимают это. Да, естественно, ткань нарушена. Да, естественно, что это уже рана, рана заросла. А так как это мертвецинка, это уже может поселиться здесь. Например, парша. Вот ее и говорят. Парша такая безобидная, как манилезка, микоз. Все это безобидная вещь. Вот. Не делайте раны, не будет этого. Вот здесь рану сделала птица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова